Отец Мы благодарны Тебе, Господь, за эту честь И в это утро мы благословляем Твое великое имя Мы благословляем Тебя, наш Бог и Царь И пусть Твоя великая воля, воля всемогущего Отца исполняется на всем месте Господь, мы просим, чтобы Слово Твое обильно проникало в нашу суть И совершало то, для чего оно послано Мы благословляем Тебя, великий Творец, великий Создатель, наш великий Бог Которого мы любим, ценим и благословляем Поклоняемся Тебе, во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, аминь Аллелуя, аллелуя Доброго дня, дорогая церковь Хотел бы сразу передать вам большой привет из цветущего Казахстана От всех церквей, Слово Жизни Казахстана, из Караганды особенно Пусть благословение Божие, казахстанское благословение будет и у вас также Мы одна церковь, и мы ценим вас И также хотел бы выразить особую благодарность пастору Мацули, Ранде Всем вам за то, что есть привилегия и честь проповедовать сегодня здесь, в Москве Да благословит вас Господь Я хотел бы, когда вы будете присаживаться, чтобы вы благословили своего ближнего следующими словами Да благословит себя Господь Казахстан а также Спасибо большое, огромное Можно на минуточку Я бы хотел немножко сказать У меня сын ведет прославление в Караганде И отвечает за это, тоже служитель Знаете, мне как-то легко было рядом с Кареном Я хотел бы, чтобы вы всей группе дали прославление Вот столько служений Как будто я рядом со своим сыном И мне так легко Спасибо Спасибо большое Спасибо большое Я верю, что сегодня у нас особенное служение Я сразу признаюсь, что я никогда не проповедовал три раза подряд одно и то же И мне такое ощущение, как будто я объясняю людям одну и то же Два плюс два, четыре Два плюс два И кажется, они меня не понимают Но я говорю, третий раз я объясню обязательно Я верю, что сейчас собрались самые терпеливые Самые-самые-самые в церкви И самые благословенные Ну, вы можете, конечно, о мини говорить Но я верю, что благословение Божие на вас И я немножко представлюсь, кто я такой Вообще, я казах с Казахстана Почему казах? Потому что я живу среди этого народа И для меня этот народ очень ценен И поэтому где-то на 50% я казах Еще 25% белорус Потому что мои белорусы И я на Лукашенко немного похож, мне кто-то говорил И 25% я все-таки русский, наверное, что-то И там прочие нации, армяне и так далее Слава Господу, что сегодня есть у меня эта привилегия Говорить вам И я верю, что это слово обязательно принесет плод в вашу жизнь Я верю Почему? Потому что я доверяю Богу И я доверяю то, что Он говорит И если Он говорит в своем слове, это слово неизменно Оно не может поменяться И оно обязательно произведет в вас великое действие Во имя Иисуса И хотел бы вместе, чтобы вы со мной сегодня открыли Библию Да, я еще должен сказать Что у меня замечательная жена Самая лучшая жена Ну, по крайней мере, в Казахстане точно В мире тоже Для меня она одна единственная И я верю, что она сейчас даже молится за меня И верю, что это есть большая поддержка И другие церкви в Казахстане молятся Также у меня двое сыновей и четыре внука И я очень счастлив и очень богатый человек И верю, что вы тоже богатые люди Итак, Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стиха Я верю, что Бог сегодня говорит своему народу И когда Бог говорит, Он говорит что-то важное в нашу жизнь Как отец Мы люди, мы настроены реагировать на какие-то проблемы в нашей жизни Кто-то из вас нуждается прямо реально в исцелении Есть люди, которые нуждаются в исцелении Я сегодня вам скажу совет, как исцелиться Кто-то, ну не многие нуждаются в исцелении, ничего страшного А кто-то есть, кто нуждается в финансовом каком-то прорыве в своей жизни В жилье Не знаю кто-то В жилье сразу сколько появилось Туда машите, туда Я вам скажу, как приобрести жилье сегодня Я постараюсь ответить на все ваши вопросы И мы нуждаемся в этом И мы обычно, когда жилье, мы знаете, мы стоим на коленях Кто-то стоит на коленях и молится Бог, дай жилье Вы молите Бога Если исцеление вам нужно, вы молитесь за исцеление? Вы молитесь за исцеление Если вам нужны финансы и вам нечем накормить ваших детей Вы будете так стоять до последнего, пока не вы молите это Но когда мы читаем это место Писания Давайте вместе прочитаем Там вдруг Бог говорит, о чем нужно молиться нам Не просто молиться, знаете, иногда А здесь очень хорошее выражение Тогда говорит ученикам своим Есть свои, есть чужие Здесь есть свои Богу Аллилуйя Это значит нам Ученикам своим жатвы много А делателей мало Итак, молите господина жатвы Чтобы выслал делателей на жатву свою Итак, о чем нужно молиться? И вдруг отец говорит нам Вы об этом, об этом Знаете, если молить Бога Если уж молить Бога То нужно молить вам о том, чтобы вам попасть на поле жатвы Нет, Бог, мне нужно вот это Мне нужно вот это Мне нужно вот это Мне нужно исцеление Мне нужно за детей молиться Бог говорит, молите К своим, говорит, обращаюсь К близким Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите, говорит Бог, и Он называет себя господином жатвы. Где можно встретить господина жатвы? Да, конечно, на жатве. Где можно пережить Бога? Да, конечно, на жатве, раз Он господин жатвы. Где можно получить силу? Есть такое выражение, я думаю, вы здесь в России часто его используете. Господь в помощь, кто-то говорит. Или такое выражение. Господь с вами. Откуда это выражение? Это выражение не с русского языка и не с казахского тоже. Это выражение библейское. Оранди Рой в Библии. И это было обычное выражение, когда люди приходили на поле. И только на поле они говорили, Господь с вами. Или на жатву. Вспомните Гедеона. Кто-то Гедеона помнит? Что он делал? Выколачивал пшеницу. Тоже занимался жатвой. И к нему приходит ангел и говорит, Господь с тобою. Муж сильный. Он не был сильным, но он стал сильным. Почему? Потому что он был на поле жатвы. Если вы хотите иметь силу, если кто-то из вас хочет, чтобы Бог был с вами. Кто-то хочет здесь? Кто-то хочет, чтобы Бог был с вами. Добро пожаловать на жатву. Да если я захочу, я пойду. Нет, я сегодня буду об этом говорить. Писание говорит, нужно молиться об этом. Нужно молиться, чтобы попасть на то поле, которое Бог приготовил для тебя. И там он будет с тобой в своей силе и в своей славе. Во имя Иисуса Христа. И вот одно из выражений я сегодня хотел бы проповедовать из книги Руф, но это пока вступление. Руф, вторая глава. Давайте посмотрим четвертый стих. Воос. Это прообраз господина жатвы, прообраз Иисуса Христа. Он приходит на поле и Писание говорит, ой, извините, Руф 2-4. И вот Воос пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. Итак, это выражение жатвы. Это выражение жатвенных полей. И если мы хотим, чтобы Бог был с нами, мы всегда должны предлагать людям добро пожаловать на поле. Добро пожаловать на поле. Я сегодня об этом буду проповедовать. Потерпите на мне немножко, я скоро начну. И обещаю, будет интересно. Почему? Да потому что Бог наш очень интересный. Наш Бог очень благословенный. И Он хочет благословлять нас необычайно сильно. Руф, кто такая Руф? Когда мы читаем эту книгу, кто такая Руф? Она не еврейка. Она мавитянка. Она вообще чуждая народу Божьему. Она была более во врагах против народа Божьего. Но ей, ее именем, названа целая книга. Еврейская книга Библии. Кто бы мог представить, что какая-то чуждая, выброшенная окажется вдруг в Библии? Кто бы хотел найти себя в Библии? Вы знаете, что у вас на небесах есть для каждого книга. И там написано «Мария», «Надежда». И там есть твоя книга. И что интересно, мы находим интересную книгу. Книгу в Библии, которая названа мавитским именем. Неинтересно ли это? Очень интересно, как это могло произойти? А вот так. Потому что Руф оказалась на поле, на поле жатвы. Твое имя также будет там, в книге жизни. Оно будет великим и славным, когда ты окажешься на поле жатвы. Аминь. Когда мы сегодня говорим, мы говорим, в церковь ходить. Кто-то ходит в церковь из вас? Есть люди. Я так проверяю, вы здесь со мной или нет. Знаете, мы ходим в церковь. Мы все в церковь ходим. Мы ходим в церковь. Мы все знаем. Мы знаем четыре духовных закона. Мы знаем, как проповедовать. Мы знаем, как поститься. Мы знаем, как молиться. А с Богом встречались. Описание говорит, когда мы читаем эту книгу про образов Руфь. Пока Руфь, если бы не пришла на поле, никогда бы не познакомилась с господином жатвой волосом. Почему многие из нас не переживают милость Божию? Я раньше говорю, Бог, мне нужна милость. Люди приходят, хочу милости. Бог, помилуй меня. Бог, исцели меня. Бог, подними меня. Бог, дай мне хорошего мужа. Дай мне хорошую жену. Добро пожаловать на поле Божье. Руфь пришла. И никто-то ей об этом рассказал. Знаешь, когда приезжает проповедник, рассказывает. А у нас в Казахстане? А у нас? И рассказывает. Руфь сама лично, извиняюсь, Руфь сама лично пережила благость, милость Божию. Пережила то, что не переживали даже евреи, жившие в той стране. Почему такая великая книга написана для тебя и для меня? Потому что эта женщина пришла на поле жатвы. И да будет слава Господу за это. Будет такая же слава Богу за тебя, когда ты придешь на поле жатвы. И небеса будут рукоплескать тебе. Если мы хотим, чтобы Бог был с нами, кто-то хочет Бог с нами. Опять принадлежит полю жатвы, хочет, чтобы Бог был с тобой. Добро пожаловать на поле жатвы. А какое мое поле? Я буду сегодня проповедовать об этом. Я буду говорить, когда я читаю ваш сайт, когда я смотрю на сайт, на ваше слово жизни в Москве, у вас столько программ, у вас столько полей. И сегодня пастор Владимир говорит, у нас еще будут поля, я же завидую. Почему? Потому что я знаю, на полях будет Бог. Потому что на полях будет благословение. Где твоя боль? Сегодня будем говорить об этом. Итак, Бог хочет быть с нами. Я начинаю проповедовать очень быстро. Аминь. Извините, книга Руфь. Я отсюда буду проповедовать в основном сегодня. И верю, что Бог обязательно посетит твой народ. Свой. Обязательно Бог захочет дать тебе то слово, которое тебе необходимо. Обязательно Бог подымет тебя с твоего кресла. И обязательно куда-то поведет на твое поле. Чтобы что-то было в твоей жизни великое и святое. Книга Руфь 2.2. Вы сегодня со мной. Я не знаю, я сегодня с вами. По-моему, я уже врастаю в эту церковь. Руфь 2.2. И сказала Руфь Моавитянка на имени. Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. И сказала Руфь Моавитянка, пойду-ка я на поле. Кто-нибудь может со мной сказать, пойду-ка я на поле. Знаете, интересно, пойду я на поле. Знаешь, ее никто не погнал туда. Что-то было внутри ее, что сказала, мне нужно на поле. Мы, многие из нас хотят, вот я тоже хочу пойти на поле, хочу открыть большой бизнес. Я знаю, кто-то хочет здесь большой бизнес открыть. Кто-то говорит, я хочу быть большим проповедником, я хочу поехать на большую миссию, я хочу что-то большое, я хочу Богу снопы приносить. Кто-то не хочет снопы приносить? Нет. Бог говорит, пойду я на поле и буду подбирать колосья. Я здесь вспоминал и рассказывал, как мы вместе с пастором Владимиром учились в библейской школе в 93-м году в Алматы. И что там интересно было? Интересно было то, когда я приехал, у меня все друзья пастора. Я приехал в библейскую школу, у нас 500 человек. И нас посадили вот так на одном ряду, там по очереди должны были дежурить, по 30 человек. Я-то-то с пасторами знаком, и мне было 29 лет, а остальные там были по 15, 16, 17, 18, 20 лет. Я-то старослужащий считаю. Кто понимает, о чем говорю? И меня посадили вот так вместе с этими 30 людьми. И это было поле, библейская школа, и я сидел там вместе. И подошла сестра, которая отвечает за порядок. Она подошла и сказала, 10 человек мыть зал, 10 человек мыть фойе и другие там, 5 человек выносить мусор, и 2 человека мыть туалеты. Вы знаете, что такое в 93-м году мыть туалеты? Эй, не знаете вы. И знаешь, внутри меня Бог сказал, это твое поле, иди. Я поднял руку, говорю, я в туалет. Эта сестра сказала, ну вы нет, тут есть помалу. Я говорю, я иду. Потом я долго, пока я шел в туалет, и мне дали там всякие хлорку, всякие эти тряпочки. Я шел в эту туалет, думаю, что же я натворил-то? Что же я натворил? Зачем мне это нужно? Я вам хочу сказать, я в своей жизни два раза сильно переживал присутствие Божие. Огромное присутствие Божие. Это не просто, когда бежали за мурашки, и костюм становился колом. Я переживал запах неба. Это были цветы, которые, знаете, вот цветы, как в поле в Казахстане, такой насыщенный. И это было чем-то таким небесным. Когда я зашел в этот туалет и стал мыть, именно я подумал, кто-то набрызгал чем-то. Я вышел оттуда с этого туалета в слезах. И на меня смотрели люди, и мое лицо, по-моему, сияло. Я два раза в жизни переживал такое сильное. Это было в том туалете. И это было на похоронах моего деда. Я вам хочу сказать что-то интересное. Бог смотрел внимательно на Руфь. А Ваос тоже наблюдал на нее, как господин жатвы. И Руфь ходила и собирала эти колосики. Она не собирала снопы. Она собирала эти колосики, что-то неважное, брошенное людьми. А этот старик не нужен. А эта бабушка не нужна. А этот пускай сам по себе живет. Но Бог сильно реагирует, когда мы идем к ближнему. Когда мы делаем незначительные дела. Ой, надо полы помыть. Я! Я и сегодня не боюсь, когда мне говорят. Уборщица придет, помоет твой офис, твой кабинет. Я сам помою. Я хочу Бога. Ой, туда съездят люди. Я сам посещу этого больного. Я сам хочу. Пастор, у тебя нет времени. У тебя много людей. У тебя много церквей. Я хочу. Пойду я на поле. Буду собирать колосья. Я знаю, моего Бога. Сильно цепляет. Когда мы занимаемся маленькими, незначительными вещами. Когда ты вдруг придешь сегодня домой. И первый раз за последние много лет подаришь своей жене цветы. У вас этого не делают? Делают. Один человек сказал, делают. Может, ты придешь сегодня домой и начнешь облагораживать своего поля. И твой мужчина сегодня первый раз после яичницы съест омлет. Я не знаю, ты можешь это сделать. Бог заложил в нас сверхъестественную способность. Знаете, кто собрался вообще на небо? Не, не сегодня, я имею в виду общины. Кто на небо собрался? Мы же на небо и сойдем или нет? Так что меня терпите, казаха, как хотите. Там вместе будем. Что вы думаете, чем вы будете заниматься? У нас один брат пришел и говорит, первую тысячу лет отосплюсь. Вторую тысячу лет отъемся. Я говорю, лопнешь. Так чем заниматься на небесах? Знаете, когда Бог создал человека и поселил его в Эдемский сад. Что там нужно было делать? Поахать. Гляжу, у некоторых прямо улыбки упали. Вы на небо уже не хотите? Знаете, он вложил в человека способность хранить и возделывать. Что такое возделывать? Возделывать, простой словарь, возьмите, написано делать лучше. В тебя вложена способность сделать лучше твое поле, твою семью. Твоя семья может расцвести. Почему цветет моя семья? Потому что я возделываю свою жену. Потому что я возделываю свою церковь. Потому что я возделываю людей вокруг себя. Я пытаюсь возделывать миссию. Я везде пытаюсь быть. Пойду-ка я на поле. Кто-нибудь может со мной миссию сказать? Скажи, пойду-ка я на поле. И буду подбирать колосья. Может, не буду я носить. Может, мне не придется носить снопы. Но обязательно я буду собирать колосья. И что же тогда мне будет? У кого найду? Что? Благоволение. Что такое благоволение? Благоволение. Да, Божья милость. Это, знаете, такое благорасположение к тебе. Вот везет этому человеку. Этому не везет. Почему? Да, потому что он на поле. Многие говорят, да, оно само придет, благоволение. Нет, Писание говорит, его нужно найти. Кто-нибудь скажите, найти. Хорошо, кто из вас работает? Есть люди такие? Ну, 30%, слава Богу. Остальные всю зарплату берут под подушкой. Кто находит зарплату под подушкой? Есть? Нет. Желающих не нашлось. Знаете, мы все знаем, что нужно помолиться, пойти, и Бог обязательно даст тебе хорошую работу. Но нужно пойти, и мы знаем, благоволение можно найти. И Руфь говорит, где его найти? На поле. Благоволение – это незаслуженная милость к тебе. Когда вдруг Бог говорит, любимчик. Я верю, что церковь в Москве – это церковь любимчиков. Если вы согласны, можете сказать аминь на это. Ищите, говорит Иисус, и найдете. Стучите, и отворят вам. Где же искать? На поле искать. На поле есть благоволение Божие, которое Бог хочет дать тебе необычайно сильно, необычайно могучее. Твое благоволение. Благоволение, которое нашла Руфь. Руфь, которая была так далеко, так далека от Бога, так далека от Его милости, так далека. Благоволение. Благоволение – это везде. Вы знаете, в последнее время я стал рыбаком. В последнее время меня бывшие ребята, наркоманы и вот эти зависимые, которых мы сняли с одной зависимости, они посадили нас на зависимость рыбацкую. И мы стали рыбаками. И, как говорят на рыбалке, говорят, новичкам везет. Но что я заметил? На моей удочке, которой вообще не удочки, стала клевать самая лучшая рыба. Я увидел, когда мы приезжали на рыбалку, у нас приезжало 10-15 человек. Мы в бусе приезжали, выбегали из нашего буса, кричали «Аллилуйя!» и начинали ловить рыбу. Рядом сидели рыбаки, курили, 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 курили. Курили, у них ничего не клевало, а у нас клюет. Они еще говорят, чего тише, на рыбу распугали. А у нас клюет, и мы дальше продолжаем. И шуметь больше всех, а у них не клюет, они еще больше курят. Потом один не вырдержал, подошел к нашему одному брату и говорил, «Но что вы ловите? Что у вас клюет, а у нас нет?» Он сказал, «На благоволение Божие». Тот мужчина не мог понять, о чем мы говорим. Потом они свернулись, ушли. Послушайте, благоволение Божие везде. Я купил себе лодку, поехал на рыбалку первый раз, и там мне сказали, на этом водоеме вот только такую щуку ловят. Я говорю, Божие, на мне же есть благоволение Божие. Я же на Твоих полях. Конечно. Когда я вытаскивал самую большую щуку, я вытаскивал самую большую щуку и тащил ее, я думал, Господи, лишь бы она дотащить, хотя бы увидеть ее лицо. Я опустил сачок, или как садок, как он называется? Садок, сачок, не помню. Ну какой-то, опустил туда, и эта щука сама зашла туда. И я вытащил, я говорю, Господи, это есть благоволение Божие, благоволение Божие над Твоей жизнью. Пойду-ка я на поле. Кто-нибудь скажет со мной сегодня вместе? Пойду-ка я на поле. И буду подбирать колосья, и найду благоволение. Благоволение нужно найти. И там, где найти это поле, я думаю, Бог достоин славы. Он великий. Поэтому тебе нужно бежать за этим полем благоволение. Аминь. Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, мое сердце содрогается. У меня четыре внука. И когда должен был родиться первенец, мой внук, мы были в ожидании. И Бог сказал, пора тебе на определенное поле, езжай в Бишкек. Там я буду говорить тебе слова жизни. И я поехал с неохотой. Мы приехали в Бишкек, и жена звонит, говорит, родился. Я говорю, почему? Еще же время, еще рано. Почему он так рано? Преждевременные роды. Почему он еще должен был? Ну, вот так получилось. Ну, радуйся, все нормально. Через 10 минут звонит и говорит, что наша сестра дежурит возле его барокамеры, где его положили. Сестра с нашей церкви, врач. И у него не работают органы. Практически ничего не работает. Ни сердце, ни легкие, ничего. И она сказала, даже если он выживет, он проживет лет 15, и будет рахитом, и будет, он не сможет развиваться полноценно. Мое желание было сорваться с этого поля и уехать. Я не хотел уже быть на этом поле. Я встал на колени и стал молить и просить Бога. И знаешь, что произошло? Звонок. Звонят и говорят, послушай, у него все заработало, все задышало, все заработало, в барокамере, все. Это еще не все. Но, о Господи, что там еще? Моя жена плачет в Караганде, я тут плачу. Но у него не было кровообращения в его мозгу. И если он выживет, он будет просто ненормальным мальчиком. И он долго не проживет. И опять встал на колени и сказал, Господь, я на Твоем поле, где есть благоволение Божие. В три года. Когда ему исполнилось три года. Он знал алфавит наизусть. В этом году этот мальчик намного больше других мальчиков. Он принял водное крещение. И это ответ наш сатане. На нас есть благоволение Божие. На Тебе есть благоволение Божие. Я сегодня счастливый человек. Потому что у меня есть яркий пример, что тот, которого сатана хотел похоронить. Но когда ты идешь на поле, то Бог являет к тебе свое благоволение. Да будет слава Ему. Если ты пожилой человек, у тебя должно быть поле. Поле, когда ты молишься за своих близких и родных. Когда ты молишься, чтобы они получили спасение. Мой дед с бабушкой, они когда-то были высланы, сосланы. И они продолжали молиться, несмотря ни на что. Моя бабушка так дорожила полем, которое было у нее, что ей привозили вечерю. Я как сейчас помню, дед ушел, а бабушка еще оставалась. Ей привозили вечерю. В вечерю. И как бабушки, у них сундуки были. Она достанет самую лучшую одежду. Оденется в нее в самую лучшую одежду. Сядет и ждет. Сейчас привезут вечерю, дадут вечерю. Омоют ноги. И все будет хорошо. И она могла ждать, потому что не всегда успевали объезжать стариков. И день, и два, и три. И она сидела, постилась и молилась. И говорила, все равно вечеря придет. Все равно благоволение Божие будет надо мной. Уже будучи в старости, она была так же предана Господу. Она молилась за нас. У нее в двух местах, в двух местах у нас есть свидетельство. Позвоночники сгнили. И в конечном итоге она была обвязана и практически не двигалась. Но ее ревность по полю Божьему, ее ревность по молитве, что мы спасены, мы сегодня все спасены. Мы сегодня весь род наш спасен. И Бог пришел и явил ей свое благоволение. Ночью, говорит, снится сон, бабушка говорит. Я на поле жатвы. Приходит ко мне Иисус, а я лежу. Он берет жир какой-то и начинает смазывать. Смазывать мой позвоночник. На утро бабушка была совершенно исцелена. Когда мы... Да, Богу можно дать славу, Он достоин. Когда мы на поле жатвы. Сегодня я понимаю, тебе нужно на поле жатвы, тебе нужно найти твое поле. Руф чужден народу Божьему. Чужден обетований. Враг Израиля. И целая книга названа ее именем. Моавистским именем. Какое бы ты положение сегодня не был, ты можешь пойти. И не надо брать большие снопы. Возьми маленькие колосья и начинай что-то делать. Может, тебе нужно поехать на миссию. Может, тебе нужно заняться семьей. Может, тебе нужно проповедовать кому-то Евангелие. И через это подымется сильный муж Божий. Тебе нужно пойти. Пойду-ка я на поле. Буду собирать колосья. И приобрету, найду благоволение. На поле есть благоволение Божие. И это реальность. Это факт. У нас в церкви есть одна замечательная семья. Семья Сролыбаевых. У них замечательные двое детей. И они переехали к нам в Караганду и сказали, что Бог им сказал. Я не понимал, зачем им Бог что-то сказал и зачем сказал. Они приехали и начали активно трудиться. Там, 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 там. Я даже на служение, я просто подошел. У них двое мальчиков. Почти погодки, да? Я подошел, как-то говорю, послушайте, пора вам уже благоволение и дочку иметь. Через три недели они приходят и говорят, пастор, мы беременны. У нас не было этого. Послушайте, когда вы трудитесь на поле, кому дети нужны? Добро пожаловать на поле. Кому еще поднимите? Я хочу увидеть вас. Добро пожаловать на поле. Поднимись. Иди на поле. Найди. Приди. Я разрешаю. Вообще я не могу разрешить. Ну, иди к пастору и скажи, пастор, пожалуйста, дай мне поле. Потому что Писание говорит, нужно молиться о поле жатвы. Нужно молиться. И Бог такое поле жатвы даст, что ты будешь самым благословенным человеком на земле. Во имя Иисуса Христа. Бог хочет тебе это дать. И так молите, господина жатвы, чтобы он послал тебя на жатву. Чтобы ты пошел, собирал колосья и приобрел благоволение Божие. И эти люди получили это благоволение. Это благоволение. У меня еще есть время. Можно я вам расскажу? Я в шахте работал 15 лет. И я был доволен своей работой. Пока вдруг что-то внутри меня не поднялось. И говорит, вылазь. И вся уже церковь кричала, хватит, пастор, мы хотим видеть тебя на служениях. А ты на смене. И в конечном итоге я сдался. Я пришел, но я хотел бы рассказать одну историю. Я работал в шахте и понимал, есть благоволение Божие и там. Я проповедовал Евангелие. Но в один прекрасный день, это уже был конец СССР, в магазинах был этот боулинг. Ничего не было. У вас, наверное, было, а у нас вообще ничего не было. У нас совсем ничего не было. Абсолютно ничего не было. И надо было как-то отметить, кому грамоты давали. Я как сейчас помню, нас собрали 20 человек с управления. Управление большое, 5000 человек. В нас 20 собрали. И как сейчас помню, нас посадили первым, двум дали грамоты. Все говорят, денег лучше бы дали. Да что-нибудь дали бы. Потом, а я сижу сзади и говорю, Господи, мне только не грамоту. Дальше выносят и начинают, знаете, вот хрустальные стаканчики были, вот кто пил, тот поймет. И знаете, там шахтеры. И вот стали дарить сувенеты. О, говорит, хоть не грамота, хоть стаканчики. И так улыбались, стаканчики. Говорю, мне-то, Господи, зачем они? Кстати, интересно, и тут называют фамилию Купцов. Павел, иди тебя на грамоту. Посмотрели на меня, а все знали, кто я. Стоп, подожди, они друг с другом пошуржались. Сейчас, подожди. Убежал человек, приходит и приносит коробку, и дает. Открывает. А там утюг. На то время это был все равно, что автомобиль. Кто жил в то время, тот поймет меня, да? Я вот это благоволение, благоволение Божие. Те стали кричать, эй, а нам тоже утюг, заберите свои стаканчики и грамоты. И знаете, начальник, я понимаю, он себя говорил, вот когда верующими станете, тоже получите. хочу вам сказать, это не его благоволение, это мое благоволение. Да будет Богу слава. Вы не представляете, как Бог хочет благоволить вам. Тяжелые времена, я сейчас помню, приходишь в шахты, ничего нет. Идешь еще, работаешь с церквями, идешь к каким-то бабушкам, помогаешь, какие-то вещи перевозишь. Что только не делал, все сразу делал. Семи руки. Все делал, что только мог. И там, и там. Вечером прихожу, а мой сын, младшенький, садимся, ну, в шахте, денег не платят, все на работу ходят, интересно, денег не платят. Все равно ходят по инерции. И главное, интересно, мой сын берет, младший говорит, мне и моей жене, дает хлеб, и говорит, маслом помашь? Как ему объяснить, что масла-то и нету? Какие-то вещи очень интересные. Я говорю, Боже, ты обещал благоволение. Звонок, мы на пятом этаже жили. Это свидетельство все знают, по крайней мере, в Караганде, в нашей церкви. Звонок в дверь, я открываю, стоит мужчина. Мужчина стоит с мешком. Скидывает, ставит, я, закрывает дверь и уходит. Лежу, мешок полный сахара. На то время, это как миллион долларов принесли. И опять проходит время, я говорю, Наташ, что такое? Ну, как что? Благоволение, Боже, мы же трудимся. Опять звонок, тот же самый мужчина. Опрокидывает, мешок муки принес. О, да ладно! И ушел. А наш ребенок сидит с маслом помашь. Звонок в дверь, соседка приходит, не знаю почему. Вот масло вам принесла. Знаете, Бог, Он благоволит, когда ты на Его поле. Какое бы место ты не занимал, Бог благоволит тебе. У вас в Москве столько полей, столько благоволений. Я уже сто раз сказал, пока не было пастора Мацулла. Я говорил сто раз, как я завидую вам. Потому что там, где есть поле, там есть благоволение. Нам многие спрашивают, пастор, как ты приобрел здание? Пастор Мацулла, прости, ни копейки не собирал. У нее у вас свой путь. Я сказал, как она просто приехала, нам, помню, первое здание продавали, оно там 50 тысяч долларов, мы скидывали, 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 сказали, хорошо, за 20. Ну, оно разваленное было, это второе здание, извините. И мне помощник звонит, говорит, что, берем пастора? Я говорю, берем. У меня в кармане 50 инге. 50 инге, это даже доллара не было. Берем, говорю. Потом приезжает, говорит, а что, у нас деньги есть? Я говорю, нет, у нас есть благоволение Божие. Мы его взяли. Я верю, что у вас есть над вами благоволение Божие. Сегодня, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы вы молились о снах. Самые лучшие сны, знаете, какие жатвенные? У Иосифа спросите. Самые лучшие сны, это о жатве у моей бабушки спросите. Спросите меня, какие самые лучшие сны, я вам скажу. О жатве. О жатве, когда тебе снится жатва. Множество полей. Господь, нам мало Китая, мы хотим дальше пойти. Мы еще вот сюда запустим людей, и сюда, и сюда. Говорит, пастор, деньги есть, нету, но есть благоволение. Я сегодня хочу сказать, тебе, наверное, не нужны деньги. Тебе вообще ничего не надо. Тебе нужно благоволение Божие. Шесть с половиной лет назад я стал бомжом. В правильном смысле слова. У меня не стало ни квартиры, и была последняя машина, и мы с женой, с моей, она была маленькая, Volkswagen остался. Мы все, что могли, пережертвовали. Все, что возможно. Потому что Бог сказал, знаешь, есть Божие нема, есть соработники, ты кем хочешь быть? Я говорю, соработником. Ну, говорит, давай вместе тогда. И шесть с половиной лет назад все, и Бог сказал, у меня есть тебе благоволение. Я хочу дать тебе хорошее жилье. Я ожидал, я ждал, я знал, что в этот, в этом году я получу. Получу хорошее жилье, получу. Деньги копил. Нет, извините. Я верю в благоволение Божие. Человек совсем с другого места, с другой страны, с другой вообще, динамика совсем. Вдруг звонит и говорит, Павел, хочу тебе кое-что сказать. Да. Я хочу, чтобы ты пошел. У нас тогда квартиры сто тысяч стоили. В этих, в заграничных зеленых рублях. И говорит, я хочу, чтобы ты пошел и выбрал квартиру, которая тебе нравится. Мне все равно, какая цена. Мне все равно, как... Это не с нашей церкви. Кто слышит меня? Если бы с нашей церкви я сказал, ну да, я же карман выворачивал, говорил всем, что у меня нет жилья. Нет. Он говорит, я хочу тебе дать, потому что на тебе есть благоволение Божие. Сегодня у меня замечательная, шикарная квартира недалеко от церкви. И я всегда хвалю и славлю. Это Бог. Знаешь, кому нужно жилье? Идите на поле. Послушайте, кому нужно жилье? Не говорите потом, что Бог не говорил. Кому? Уже что-то никто не хочет подавать. Идите на поле. Собирайте колосья, не смотрите на мелкие вещи. Не смотрите, что они такие мизерные. Приди к лидеру организаторов, скажи, пожалуйста, возложи руку, помолись, возьми меня в число организаторов. Хоть он один на Минь сказал, больше никто заметил. А там Бог приготовил тебя. На Минь и Руфь. Они вместе. Можно местописание еще? Аллилуйя. Кто-нибудь скажите Аллилуйя, что ли? Аминь. Господь чудесный. Господь чудесный. Знаете, на Минь и Руфь. Если мы возьмем Руфь. Руфь была замужем за Махлоном или Хелионом. Конкретно не говорится. Одного имя болезнь, другое немощь. Что-то такое. Классные имена, классные мужья. И она была 10 лет бесплодной. Скажи, 10 лет? Нет, скажи со мной, 10 лет. Когда я медика спрашиваю, говорю, 10 лет, вот у них нет детей. Говорит, все, бесплодие. У нас есть такие медики, которые говорят, бесплодие. Но, говорят. Говорят, да, но. Руфь была бесплодная. 10 лет прожила. Но пришла на поле и через год, скажи, через год. Кто-то слышит меня, идет. Кого родила? Какого мужика отхватила вооза? Кто слышит меня сейчас? Какого? Самого лучшего? Там девушки евреянки ходили и так, и так, и никак. Но они на поле не заходили. Им нужно было зайти на поле. И сегодня, когда сестры меня спрашивают, ну где хорошего брата найти? Ну где? Я говорю, воссыны не там. Ничего не изменилось. Воссыны не там. Куда иди на поле? Иди на, скажи, заседу, иди ты на поле. Поймите, я вам желаю добра. Поймите, я бы с вами не делился, но мой внук для меня драгоценность, моя жена для меня драгоценность, моя церковь для меня драгоценность, и ради этого я пойду на поле. Если завтра богуши Мацула скажет, это старший пастор, уважительно, скажет, иезжай-ка ты на поле поеду, потому что я знаю, там будет мое благоволение. Кто-нибудь поддержит меня сегодня? Кто-нибудь поддержит? А теперь себя, поддержи себя, дай аплодисменты себе. Ну дай, пожалуйста. Я верю, что после этой проповеди у нас не будет отбоя, организаторов будем выбирать. Нет, ты еще не дорос, молись больше. Есть мечта такая, нет? Есть. Я сердце прям вижу, пастор всегда видит что-то. Я понимаю, нам не хватает миссионеров. Он говорит, вы молитесь, чтобы вам туда попасть, потому что там есть благоволение Божие. Аминь. Филиппийцам 2 глава 13 стих. Аллилуйя. Как прекрасно у вас быть сегодня. Я никогда не думал, что я буду три проповеди одинаковые проповедовать. И что-то будет. Филиппийцам 2 глава 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Почему? Кто помнит, как он покаялся? Помните, как покаялись? Вы сколько служений пропускали? Нисколько. Вы ходили на каждого служения, когда говорили там, хлеб-завод я, мясокомбинат я, организатор я, прославитель я, кто поедет помогать? Кто будет в Киевский вокзал кормить? Я. Кто будет в столовой? Я. Помните, нет? А потом вдруг что-то, оп, и вы ушли из поля. А Бог смотрит, а Бог смотрит, будешь ли дальше. Ну давай, давай. Чуть-чуть осталось, я благоволить буду. Ты увидишь это благоволение. Не уходи со своего поля. Не уходи со своей церкви. Не уходи со своего служения. Найди в своей церкви служение и трудись для славы Бога. И вот что происходит. Бог производит нас захотение и действие. Я каждый раз, когда я что-то слышу или здесь призывают на поле, там можно пожертвовать. Я хочу, Господь. Хоть сколько у меня есть денег, хоть 200 тенге, я хочу. А туда хочу, Бог. Кто-то присылает мне что-то, и я туда хочу тоже. Бог, и я туда. Знаете, Бог увидит это. И Бог говорит, хорошо, я тебе и на это деньги дам, и на это дам. И на... Знаете, когда ты берешь маленькие вещи, совсем вроде бы незначимые, иногда ты думаешь, ну что будет значить мои 200 тенге? Ой. Эти тенге, это... О, Господь. Что мои будут значить 50 рублей? Что такое 50 рублей? Да ты не представляешь, как это много. Когда ты даешь это от сердца. Да, у меня мало. Может, я не могу много. Для кого-то другие деньги, они очень важны. Но когда ты сеешь поля, когда ты сеешь поля, стабильно сеешь, придет благоволение Божье. Обязательно придет. Бог производит. Так Урфа и Руфь. Две невестки идут с Наимень. И Наимень поворачивается, и идите вы домой. У меня больше детей не будет, а поэтому у вас мужей больше не будет. Бесполезно идти. Как часто слышат, что ты там ходишь в эту церковь? Только деньги носишь. Все это, что туда ходить, в эту церковь? Что толку? Что у тебя? Что-то появилось. И ты слышишь это, слушаешь. И вроде шли, у них и хохотение, и действие было. И вдруг в определенный момент одна сдалась. Заревела, говорит, точно. Все равно ни мужа там не будет, ни детей, ничего. И ушла. А другая получила и мужа, и детей. И книгу в Библии приобрела. И в благословение Христа попала. И славу Господа получила. А мужика какого отхватила. Где? На поле жатвы. И сегодня здесь два брата пастора свидетельствовали. Они говорили, где же он-то нашли? На поле жатвы. Классные, супер. Самые лучшие сестры на поле жатвы. Аминь. Помните, когда кто выбирал невесту, которая воду черпала? Яков, да? Не, помните, Якова выбирали. Авраам послал Исааку выбирать невесту. Какую невесту выбрали? Которая стояла и губы красила. Нет. Которая стояла и говорила, Аллилуйя. Нет. Знаешь, какую невесту, которая... Оп. Хаба. Оп. О-о-о. О-о-о. Вот это наше. Кто-нибудь аминь может сказать? Богу нравятся люди, которые на жатве. Хочешь попасть в родословие. Кто хочет попасть в родословие Христа? По-настоящему. Иди-ка ты на поле жатвы. Собирай-ка ты колосья. Черпай воду в церкви. Да, одна единственная сестра, и то казахстанка сказала. Аминь. Можно аминь услышать? Не, все-таки аминь. Кто понимает, о чем мы сегодня говорим? Кому нужно благоволение Божие, помаши в небеса, скажи. Я здесь, Господь. Скажи, я здесь, мой Бог. Здесь я. Хорошо, по-другому спрошу. Кому жилье надо? На поле. Приезжайте у нас к Караганду. У нас есть поселок Осыл. Там еще мы не вывалили воду. То есть воду привозная. Но. Мы тебе там запросто купим жилье. Миссионерить будешь. У нас есть люди, которые получили там жилье. Бог благословил. Они самые счастливые люди на земле. У них бизнес. У них все там получается. Знаете, мы иногда просто, не понимаем, где благословение Божие. Нужно молиться о том поле, которое Бог дал. Молись за своего мужа. Молись за своих детей. Молись за свою жену. Молись за свою страну. Молись за Москву. Молись за ближних. Пусть благословение Божие будет в твоей жизни. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сегодня вы можете сказать. Но. Что ты говоришь, пастор? Это было так давно. Это был Ветхий Завет. Это считай не по-настоящему. Спустя 1100 лет. Скажи, 1100 лет. На том же поле. На том же поле, где Руфь собирала колоски. На том же поле. Скажи, на том же поле. Лука 2.8. Можно? На том же поле. Лука. Да? 2.8 вроде бы. В той стране были на поле пастухи. На поле они были. Пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня осеяла их. На том же поле. Сегодня ангелы. Если ты сегодня ищешь ангелов, которые помогли бы тебе. Они на том же поле. Которые могут явиться своей славе. На том же поле. Спустя 1100 лет. Они являются. И убоялись страхом великим. Дальше можно. И сказал им ангел. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость. Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам. В горе Давида вам кто? Спаситель. Который есть Христос Господь. И дальше потрясающе. И вот вам знак. Вы найдете младенца. В пеленах. Лежащего в яслях. И внезапно. Скажи внезапно. Знаете, когда ты на поле. Внезапно. Однажды я умирал. Я не боюсь об этом свидетельствовать. Будучи пастором. У меня открыло сильное кровотечение. Которое было 12 дней. Я не замечал. Потому что думал. Что-то у меня просто нехорошо. Потом, когда кровь подсюда пошла. Меня вызвали скорую. Я умирал. Мать и жена привезли меня в больницу. Я уже толком ничего не видел. Все было смутно. Я увидел. Как врачи меня везли. Я говорю. О, ангел уже. Привезли меня. Поставили на коляску. И Бог мне сказал. Не бойся, Павел. Я держу тебя за правую руку. Врач что-то спрашивал меня. Я не соображал. Все было белое. Я говорю. Ангелы пришли. Сейчас пойдем. Они вводили мне такую штуку. И смотрели. У меня было две больших рваных раны. Одна в желудке. А другая в пищеводе. Я не знаю их причину. И не собираюсь узнавать. В это время. Моя жена и моя мама стоят на улице. И там идет одна наша сестра. Которая. Врач в той больнице. Она говорит. Я никогда не ходила этим путем. Остановилась возле моих мамы и жены. И спрашивает. Чего вы плачете? Моя жена говорит. Мой муж умирает. Не бойтесь. Я пойду сейчас помолюсь за меня. Она взяла и пошла. И зашла в тот кабинет. Где как раз она врач. Где мне ввели эту вещь. Он говорит. Он кто вам? А я лежу. Представляете. Не вижу. Еще в белом кто-то появляется. И такой глаз. Он кто вам? Потому что. Знаете. Уже все тут. Мозги как-то не так работают. Он кто вам? Я думаю. И она отвечает. Сестра я его. Я думаю. Точно ангелы пришли. И они в это время мне вводят это. Она. Вот этот вот большой. И там наливают туда еще спирт. Что-то делают. Представляете. Я и так никакой. Я и так все поплыло. Небеса уже. И внезапно. Скажи. Внезапно. Скажи вместе мной. Внезапно. Явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Славящее Бога и взывающее. Можно дальше? Слава Вышней Богу. И на земле. Мир. И в человеках. На том же самом поле. Я услышал себя внутри. Как внезапно. И врач вскричал. Остановилось. Везде остановилось кровотечение. Они меня уже тут уже побрили. Все. Резать. Внезапно. Будь сказал. На моем поле. Есть. Благоволение. Боже. Спустя хоть сколько лет. Есть. Благоволение Боже. На Тебе есть. Благоволение Боже. Поэтому родился Христос. Поэтому я в ожидании. В это Рождество. Мы увидим такое благоволение Божие в церкви. Слово жизни в Москве. Мы в предстоящем году увидим новое здание. Новое здание. Новое здание. Не потому, что мы его заслужили. А потому, что мы на поле Божьем. И он простер к нам свое благоволение. Аминь. Давай дадим ему славу. Он правда чудесный. Он чудесный. И нет более его чудесного. Везде, когда я свидетельствую об этом, я говорю, Бог, это Тебе слава. Я никогда, никогда не забуду то благоволение. И Бог отвечает мне, Павел, не забудь, что есть поля, где нужно собирать колосья. Давайте мы встанем на наши ноги. Немножко просрочил. Аллалюя. Я хотел бы помолиться сегодня с вами. Однажды в моей жизни мне приснился сон. И я увидел. Я увидел. Что-то интересное увидел. И увидел здание церкви. Это было как сон и как видение. И тогда залов вот таких не было. Ой, вот все были вот такие залы, знаете, в длину. А я увидел, что я стою, проповедую за кафедрой. И зал вот такой. Ну, вот в длину, знаете, сцена в длину и зал в длину. Я стал рассказывать некоторым людям и говорю, знаете, вот такой зал у нас будет. И мне некоторые. Ты, наверное, не отошел еще тут. Я понял, не надо ни с кем делиться. Надо пойти сказать жене. Жена скептически сказала тебе это, я верю. Прошло 15 лет. Мы сегодня собираемся в таком зале, который получили за смешную цену. Не буду озвучивать. Потому что благоволение это, Боже. Благоволение, Боже. Благоволение. Я хочу помолиться за вас. Чтобы у вас были пророческие сны. Самые лучшие сны это сны Иосифа. О жатве. Чтобы Бог показал вам, где ваше поле. Где начать трудиться. Может уже пора пойти. И купить жене какое-нибудь украшение. Ну, хотя бы платье новое. Ладно, перчатки, братья. Ну, начни с чего-то. Начни с чего-то. Начни что-то делать. Начни. Скажи, Бог, я маленькая, но я начинаю. Ты увидишь, как Бог начнет благоволить тебе. Увидишь. Я закончил словами Руфи. Пойду-ка я на поле. Стану подбирать колосья. И найду. Скажи, найду. Найду благоволение, Боже. Обязательно найдешь. Да, на поле. Отец, я молюсь прямо сейчас с этими замечательными людьми. В этой замечательной церкви, которой ты дал замечательного пастора. И я благодарю тебя, Господь, что ты мне дал самого лучшего пастора. Я благодарю тебя, что это самая лучшая церковь. И я верю, Господь, что поля принадлежат нам. И это не абуза, это привилегия. Иметь твое благоволение. Я прошу тебя, Господь. Я прошу тебя за каждого человека на этом месте. Пусть твои пророческие сны, жатвенные сны, посидят их в ближайшую ночь. Пусть у каждого в сердце, Господь, загорится тот огонь, хотенье и действие по твоему благоволению. Когда ты будешь, Господь, прославляться в их жизни, они будут любимчиками у тебя. Чтобы эта церковь прославилась тем, что они любимчики у тебя, Господь. Что ты простер к ним свое благоволение. Я прошу тебя, Отец, благослови их. Мы благодарим тебя, Господь, за эти чудесные дни в преддверии Рождества. Мы благодарим тебя, Господь, что мы ожидаем твоего благоволения в эти рождественские праздники в наших домах и в наших семьях. Мы благодарим тебя, что над твоей церковью есть благоволение. Над нашими домами и семьями также есть благоволение, Боже. Мы благословляем тебя, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давай по-настоящему, от всего сердца. От всего сердца поблагодарим царя всех царей. Аминь. Аминь. Аминь.